В Кустанайской области наиболее криминогенной является ситуация в городах с высокой численностью населения и интенсивностью миграционных потоков. Речь идет об областном центре, где совершено 44% от всех зарегистрированных в регионе преступлений, а также в городе Рудном 17,5% и в Кустанайском районе чуть более 7%. По уровню преступности в расчете на 10 тысяч населения этот показатель составил 257 случаев. В Кустанайской области по-ближнему входит в тройку лидеров и занимает третье место после городов республиканского значения, опережая регионы относительно сложные и подчисленности населения, такие как Актюбинская, Павлодарская, Казалардинская области. Рассказал Миркан Тургаев и о том, что в Кустанайской области в 2015 году наблюдался рост подростковой преступности на 18%. Тургаев считает, что одним из факторов, повлиявшим на такую статистику, является отсутствие специального детского учреждения для временного содержания несовершеннолетних преступников в период предварительного следствия. Применение меры для сечения и отдачи под присмотр родителей зачастую обуславливает совершение повторных у нас преступлений. При этом существующие нормы законодательства не предусматривают применять другие меры изоляции ввиду отнесения совершаемых преступлений к небольшой и средней тяжести. К примеру, в городе Кустаная в период предварительного следствия в отношении крупных подростков ими же совершено было более 50 повторных преступлений, связанных с угонами автотранспорта и хищениями чужого имущества. Вместе с тем отметили в ДВД, если по республике сохраняется тенденция роста краш на 0,8%, то в Кустанайской области наблюдается снижение количества зарегистрированных краш почти на 12,5%. Присутствующий на оперативном совещании представителем ВД Казахстана Кайрат Аныбеков отметил, что кустанайские полицейские могут работать еще лучше, но им нужны условия. Тенденбеков напомнил о незаконченном ремонте в здании УВД Кустаная, и это не единственная проблема, на которую указал представителем ВД. Самое главное, это проблема на сегодняшний день по специальным учреждениям, это по изоляторам временного содержания. На сегодняшний день отсутствие элементарных условий, как для работы личного состава, так и для того контингента, который у нас имеется, личный состав вынужден, ДВД, возить этих людей в город Рудный. Это вы сами прекрасно понимаете, 40 километров, особенно в зимних условиях, в общем-то, в принципе. И, значит, все моменты мы еще зависим от погодных условий. На оперативном совещании также было отмечено, что в прошлом году сотрудники полиции в Кустанайской области 34 раза приступили к закону. По всем этим фактам были возбуждены уголовные дела. Сообщается, что виновные уволены из органов внутренних дел, а руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Диара Ахмечин, Артем Грапов, РТН.